В минувшую субботу Тверскую область посетил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников. Вместе с губернатором Игорем Рудене он осмотрел объекты курорта Завидова, ознакомился с развитием в Конаковском округе гостиничной инфраструктуры, в частности глэмпингов. Наш корреспондент Роман Быков также оценил их комфортабельность. В Тверской области глэмпинги возводятся при федеральной поддержке. В прошлом году реализовано три таких проекта, в том числе и на территориях курорта Завидова, Конаковского округа. Всего построен 241 модуль на 482 койко-место. Региону на эти цели было выделено более 350 миллионов рублей федеральных средств. Один из примеров успешного развития – гостиничный комплекс «Имская слобода», где заметно выросло число гостей после внедрения нового формата отдыха. Мы в этом году видим хороший динамический рост и на сегодняшний день можем констатировать, что примерно второй поток вырос на 47%. Если мы возьмем с вами в месяц, то получается порядка двух с половиной тысяч человек. Напомним, что глэмпинг – это один из вариантов отдыха на природе. Для размещения предлагаются либо просторные палатки, по сути шатры, либо более капитальные строения. Но всякий раз люди получают сочетание индивидуального размещения и комфорта. Вот он типичный глэмпинг. Две комнаты, а самое главное – все городские нормальные удобства. Ванна, туалет, раковина, более того, есть микроволновка, посуда, то есть здесь можно готовить еду. Это очень удобно. Приезжаешь вроде бы за город, а сам себя чувствуешь как дома. И еще один важный момент – он с подогреваемыми полами. Просто говоря, здесь есть отопление, а значит, можно приезжать сюда не только летом, чтобы позагорать, но и зимой, чтобы покататься на коньках на этом пруду. На обустройство в 2023-2024 годах аналогичных объектов выделено федеральное финансирование в размере более 244 миллионов рублей. Средства будут направлены на реализацию трех проектов в Конаковском и Пеновском округах. Тверская область вошла в число лидеров по строительству глэмпингов, заняв третье место среди субъектов Центрального федерального округа и 12-е по России. Конечно, очень важно, что сегодня мы имеем хорошую инфраструктуру. Это автомобильные магистралии, железнодорожные сообщения. Поэтому уверен, что сегодня Тверская область вместе с другими регионами Центрального федерального округа при поддержке правительства имеет все шансы измениться с точки зрения гостеприимства. Кроме того, в ходе поездки Игорь Рудене и Максиму Решетникову продемонстрировали в Завидове автомобильные пешеходные мосты через реку Дойбица, строящиеся отели и аквапарк, площадку под создание парка «Союзмультфильм», а также новый речной порт, возведение которого уйдет активными темпами. Глава Минэкономразвития подчеркнул, со стороны федерации будет и дальше обеспечиваться поддержка эффективной команды областного правительства. Большой внятный план развития области, внятный план развития у бизнеса, грамотное использование всех федеральных мер поддержки, использование тех возможностей, которые сейчас в стране для этого открылись, ну и, конечно, абсолютно уникальная природа и, главное, бережное отношение к этой природе. Тверская область является отличным примером активной работы по предлагаемым мерам поддержки национального проекта, отметил Максим Решетников по итогам осмотра. Регион участвует во всех программах, предлагает инициативы по улучшению туристической инфраструктуры, развивает точки притяжения. Туризм стал точкой роста для экономики Тверской области. Другим региональным командам стоит брать пример, отметил федеральный министр. Редактор субтитров А.Семкин